Приветствую вас, ну и первое, о чем хотел бы я сказать, то что вам, в принципе, уже порекомендовала коллега, это понять, почему вы расстались со своей девочкой, вот, понять вашу субъективную, скажем так, сторону конфликта, вот. И, значит, попытаться эту субъективную сторону конфликта преодолеть, разрешить и, значит, устранить, так, чтобы она вам не мешала выбросить, вот. Это первое, это первое. Второе, значит, поскольку вы с девочкой расстались уже, то, соответственно, из-за того, что вы с девочкой расстались, ваше, ваше общение, ваше общение, взаимодействие с ней, значит, прервалось, прервалось. И, значит, сказать, что это нехорошо для ваших отношений, потому что при прерванном психологическом контакте вам будет потом сложнее наладить отношения с ней. Но, тем не менее, тем не менее, тем не менее, это возможно. Сейчас девочка настроена по отношению к вам, как я полагаю, довольно негативно. Сейчас я полагаю, что девочка настроена по отношению к вам весьма и весьма предвзято, и чтобы у нее не было по отношению к вам предвзятости, ну и на время. Она перестала ожидать от вас чего-то негативного, да, чего-то такого плохого и так далее. Но, но для того, чтобы это произошло, нужно время. И самое главное, самое главное, что для этого нужна, не знаю, какая-то основа. И этой основой может стать ваша форма взаимодействия такого типа, чтобы устроила бы и ее. То есть вам нужно выбрать какую форму взаимодействия друг с другом, чтобы это устраивало и ее, и вас. И общаясь с ней через форму этого взаимодействия, вы сможете вновь расположить ее по себе, постепенно, конечно, и показать ей, что вы хотите быть с ней, показать ей, что, в общем-то, вы не желаете конфликтовать и что, как бы поняли, что в конфликте вы были неправы. И правда заключается в том, что если вы хотите вернуть девушку, то вам, скорее всего, придется занять именно такую позицию, что вы осознали, что в этом конфликте вы были неправы. По-другому, боюсь, вас просто-напросто не получите. То есть, поскольку конфликт есть, конфликт сам по себе в новичии имеется, то вам будет достаточно сложно преодолеть негатив девушки по отношению именно к повторению той же самой ситуации. Поэтому это, пожалуйста, учитывайте. Если вы девочку любите, и если вы хотите быть с ней, то, соответственно, ваша позиция будет направлена исключительно на то, чтобы она была счастлива, то есть на нее. Вот это точно очень важный момент, чтобы вы направляли свою позицию на девушку, чтобы вы направляли свою позицию именно на нее, чтобы вы как бы показывали ей, что именно вы хотите сделать ее счастливой. Именно вы хотите, чтобы у нее все было хорошо и так далее. Вот. Это очень важный момент. Это очень важно, чтобы вы вот эти ситуации, значит, для себя проработали. Потому что, ну, тяжело вам будет, если вы не задумываете обо всех вот моментах такого типа, как вот я озвучил. Вам будет тяжело при этом девушку вернуть. Ну и постарайтесь помнить, что на это потребуется время, чтобы она вам вернулась на это потребуется усилие. И, соответственно, спросите себя, готовы ли вы к тому, чтобы вкладывать определенные усилия в, собственно говоря, в нее, то есть именно в девушку. Далее, последнее, что я хочу сказать, то, что, ну, вам нужно, помимо того, что вам нужно самому психологам желательно проработать свою позицию в этом конфликте, проработать, значит, предмет данного конфликта и так далее. Помимо этого, вам изделяют учитывать один немаловажный фактор. Заключается этот фактор в том, что отношения с девочкой у вас уже не будут прескать, то есть они у вас не будут такими, какие они были до этого. Это нужно понимать, потому что, если бы, если бы это было так, если бы отношения у вас были такими, вот как, ну, как были до, скажем так, разрыва, то, я думаю, что вам в этой ситуации было бы, ну, гораздо легче. Но проблема заключается именно в том, что отношения у вас такими, какие они были до этого невозможно будет выстроить в принципе. И поэтому вам стоит готовиться к тому, что даже если вы свою девушку вернете, и даже если вы будете в нас вместе, то, несмотря на это, то, что, значит, вы будете вместе с ней, скорее всего, скорее всего, значит, вы будете совсем по-другому с ней общаться. Я хочу, чтобы вы это понимали, то есть чтобы вы, ну, чтобы вы в своих вот действиях, в своих поведенческих моделях придерживались именно того, именно того, что это по-новому. Это отношения, по сути дела, новые, для вас новые. И я хотел бы, чтобы вы, вот это вот для себя постарались бы понять, потому что по-другому, по-другому, опять же, вам будет довольно тяжело и сложно. Вот. Вот так, я думаю, можно будет ответить на ваш запрос. Надеюсь, что он помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Ага. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.